Играть концерты не моя стезя. Я робею перед публикой. Мне душно от всех этих людей, которые дышат в зале. Меня парализуют их любопытные взгляды, я немею, видя это море чужих лиц. Шопен дал свой первый концерт, когда ему было 8 лет. Это было в Варшаве. И в последний раз он выступил в Лондоне незадолго до своей смерти, сыграв несколько этюдов на Бали-Маскараде. Шопен был уже очень болен. Он страдал кашлем, невралгией, отеком легких. Это даже трудно было назвать концертом. Так что последнее выступление одного из величайших пианистов в истории человечества прошло почти незамеченным. Если представить, что в наше время пианист, музыкант стремится давать хотя бы 30 концертов в год, а популярный музыкант и более 100 концертов, то Фредерик Шопен выступал публично всего 30 раз. И только несколько из этих выступлений увенчались успехом. Причем на многих концертах Шопен играл с другими музыкантами. Тогда только Франц Лист вел сольные концерты, где пианист выступал только один. Шопен был пианистом, который искренне не любил публичных выступлений. Он зарабатывал преподаванием, аккомпанированием, выступал у своих друзей в каких-то салонах, гостиных. И какие-то турне, и какие-то гастрольные маршруты, и эффектные концерты были не для него. Тогда, можно сказать, рулили Лист, Тальберг, Калькбреннер, виртуозы того времени. Но, что интересно, к Шопену относились с большим уважением, чем к каким-то упомянутым пианистам. Сэр Чарльз Халли, тогда уже был известен во всем мире, написал, «Я могу со всей определенностью утверждать, что никто не мог сыграть, ну, в произведении Шопена, так как они звучали под его волшебными пальцами. Слушая его, теряешь всякую способность к анализу». Также был такой пианист Фердинанд Хиллер, и что он вот сказал, «Отпечаталось в моей душе до моего последнего вздоха. Он играл так самозабвенно, как никакой другой музыкант, которого мне доводилось слышать. Вся будничная суета исчезала, это было, как вспышка метеорита, завораживающая нас своей неразгаданной тайной». Франц Лист. Такого поэтического темперамента, как у Шопена, никогда ранее не существовало. По крайней мере, я никогда не слышал такой нежной, изящной игры. «Звук, хотя и тихий, был выше всякой критики, и хотя игра Шопена не была слишком громкой и не подходила для концертного зала, она все же была совершенной». Ну и слова Берлиоза. «Как интерпретатор и композитор, Шопен был единственным в своем роде, не похожим ни на одного известного мне музыканта». Обратимся к физиологическим данным Шопена. Его рост был 170 см, и весил он примерно 45 кг. И по состоянию здоровья он, конечно, не мог сравниться, например, со своим другом Францом Листом. Вот его слова. «Я хотел бы украсть у него и его метод исполнения моих собственных этюдов». Критика хвалила его музыкальность, но сетовала на то, что звук фортепиано был таким слабым, что терялся на фоне оркестра, растворялся в большом зале. К этому нужно добавить, что Шопен сильно волновался перед выходом на сцену. После одного из своих выступлений в Варшаве он написал своему другу. «Ты не поверишь, какой мукой было для меня три дня перед моим публичным выступлением». Так что делаем, господа, свои выводы. Музыка Шопена была божественна, но выступлений было очень мало. И, как я уже сказал, он зарабатывал концертами с другими музыкантами, аккомпанированием, какими-то концертами в другую друзей. Спасибо за внимание. Если вам понравился этот блог, ставьте лайк, пишите комментарии. Все, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok